В образовательных учреждениях области проходят открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности. На этих занятиях сотрудники МЧС рассказывают школьникам и студентам историю создания гражданской обороны и порядок действий при чрезвычайных ситуациях. Закрывается глаза, затаивается дыхание, затем надеваете, выдыхаете, открываете глаза. Что главное в случае чрезвычайной ситуации, конечно, выжить. Это понимают даже дети. Поэтому на открытом уроке внимательно слушают сотрудников МЧС. Тема обширная, ведь включает в себя и спасательные работы, и эвакуацию, и даже светомаскировку. У детей вызывает интерес, в основном, когда им рассказываешь о отравляющих вредных веществах, как оно воздействует на человека. Им это очень интересно. Ну и, соответственно, им нравится потрогать, надеть на себя противогаз. Слушать про вещества, запрещенные Женевской конвенцией, можно сколько угодно. Но вот померить обмундирование, увы, не в этот раз. В связи с карантинными мерами на средства химической защиты дети могут только посмотреть. Надевать один и тот же противогаз нельзя. Зато ребята узнали, что в наши дни понятие гражданская оборона относится не только к военным действиям и известной музыкальной группе. Все это необходимо знать, чтобы иметь возможность спасти свою жизнь. Хотя, конечно, лучше бы эти знания никогда не пригодились. Начинается отсчет.